Привет. Привет. Расскажи, чем ты занимаешься на самоизоляции, кроме как тренировок? Ты же тренируешься, сейчас вот все тренеры выйдут и узнают, что ты точно тренируешься, ты сама видела. Сейчас на процент Сергей Иванович зайдет и такой, Кадышкин, давай рассказывай свой порядок мне. На самом деле, ну, помимо, конечно, тренировок, я учусь, как бы, учусь, там, может быть, саморализуюсь, там, может быть, книги читаю, там, пытаюсь что-то рисовать, но это так по мелочи. Ну, в принципе, все. А собака гуляет. Что скажешь по окончанию такому резкому сезону? Ну, на самом деле, мне немножко обидно, что мы все-таки его не доиграли, потому что не было вот этих эмоций, и мы хотели прям вот, чтобы последний матч был, чтобы мы его доиграли до последнего места. Вот. Ну, так получилось, конечно, хорошо, что в нашу пользу, но все равно чуть-чуть обидно, мне кажется, и девчонкам особенно. Оля Перекова даже сказала, что кто-то скинул новость о том, что «Динамо Казани» стала чемпионом России в ваш чат, и так вы узнали. Все верно, да? Да, да, мы на самом деле не знали, и нам потом в беседу скинули, что все-таки оставили результаты по регулярке, что мы были первыми, и что так и будет. Вот, и мы очень сильно, конечно, обрадовались, но потом девчонки такие, типа, блин, ну, все-таки жалко, что мы не доиграли, и как бы... Ну, конечно, я была шокирована этому, но, в принципе, мы думали, что так и получится, потому что другого выхода не было. Так, смотри, мы просили наших подписчиков, чтобы они задавали тебе вопросы. Сейчас я задам несколько вопросов и буду их чередовать со своими вопросами, которые я тоже для тебя подготовила. Ну, не будет таких жестких вопросов, допустим, как в прямом эфире у Ивлеевой. Это 100%. Я смотрела, смотрела, да, я помню. Да, да, кстати, недавно. Я помню этот момент, да. Да, 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 тоже недавно пересматривала. Смотри, первый вопрос. Моя самая любимая волейболистка — это ты. Чем именно тебя привлекает волейбол? Почему ты выбрала именно этот вид спорта? Наверное, подписчики не знают, что папа у Тани знаменитый волейболист. Да, все верно, да. У меня, ну, как бы не прям сильно знаменитый, но он был профессиональным волейболистом. Вот, долгое время играл в Суперлиге. Ну, как бы потом из-за здоровья решил закончить карьеру. Вот, чисто так по стопам семьи меня отправили туда в волейбол. Рад заниматься баскетболом, да, судя по его никнейму «Кадик Баскет 17». Да, он, на самом деле, очень странный. Как бы мы его отправили в волейбол, и когда он пришел, он сначала такой, да, там мячик, круто, погонять, поиграть. А потом он такой, мне не нравится. Типа, мне не нравится ваш волейбол, меня это все достало. Мы такие просто, а у нас, ну, получается, вся семья волейболист, мы такие в трое все время такие, ты что вообще такое говоришь? И он такой, я баскетбол хочу. Ну, у него рост хороший, мы его туда и отправили. Возвращаемся к вопросу, чем именно тебя привлекает волейбол? Волейбол мне привлекает в том, что, во-первых, это командный вид спорта, что тебя могут поддержать. Я часто задумывалась, почему бы не пойти там в спорт, где ты один играешь, то есть там, к меру большой теннис, я занимаюсь большим теннисом. Вот, на самом деле, это тяжело, когда ты один, то есть ты сам справляешься, ты сам ответственен за свою игру, за свой результат, и, как бы, когда ты играешь, тебе никто помочь не может, ты сам, как бы, за себя отвечаешь. А в волейболе именно, что есть команда, и команда может тебя поддержать, поподрить, помочь где-то. Вот, когда там у тебя, скажем, что-то не идет в игре, или просто психологически ты там не настроился, или еще как-то, хотя, конечно, такого не бывает, но все равно. Вот, ну, как бы, вот мне это самая главная причина, почему мне нравится волейбол. А вот кто тебя, в основном, из команды поддерживает, когда у тебя что-то не получается, или подбадривает? Есть какие-то, кого можешь выделить? В том году, скорее всего, это была Заря. Вот, она с нами, с молодыми, когда мы еще с Кочей там были вместе, она нам очень много помогала, да, это же Заря. Она как своим детям, так, знаешь, там Танюсочка, Лизочка такая. Ну вот, а в этом году, возможно, даже Саманта, вот, я прям ее очень за это люблю. Я была очень удивлена, когда она подходила, спрашивала про мое колено, там, как я себя чувствую, и помогала даже, когда я была в психологическом просто упаде. Вот, и она, она очень помогает нам в этом плане, особенно молодым. Так, следующий вопрос, о, тоже интересный вопрос. Таня, у тебя карие глаза, младший брат не блондин. Какой у тебя настоящий цвет волос? Есть сомнение в том, что ты натуральная блондинка? У меня все задают такой вопрос, что я, как бы, крашена, потому что у меня карие глаза, и что, типа, ну, совместимо, что светлые волосы, карие глаза очень редко сходят, ну, там, получается так. Вот, на самом деле у меня, как бы, светлый цвет волос, я платиновая блондинка изначально была. Я такой родилась, я в детстве была прям белая-белая, то есть я прям, вот, как, не знаю, ангелочек такой был. У меня были белые брови, у меня были белые ресницы, как альпиноска ходила. Еще с белой кожей. Вот, но, как бы, потом просто временем они чуть-чуть, может быть, на тон потемнели, и я решила их чуть промелировать, и получается, что у меня просто, как бы, был мой цвет, немножко смешанный с мелированием прядками, и получилось так, что у меня такой оттенок интересный получился. А сейчас я просто в розовый покрасилась. Но это надо засвоиться, не переживайте. Я вообще втекала. У тебя такой яркий, пурпурный цвет. Он был где-то, вот, он был вот такого цвета, вот прям такого. Он прям жаркий, мы не ожидаем, что это получится, мне еще больше тогда красила. Ну, вот такой вот пепельно-розовый тебе тоже классно идет, вообще к лицу. Вообще, вначале вот я хотела, то есть мы нашли такую, знаешь, вот эти колориста краски в золотом яблоке подаются на время которой. Я взяла сначала нежный цвет, и я подержала его недолго, и он получился такой, как бы, некоторыми прядями он взял у меня, и был такой нежный. Я такая, блин, мне нравится. А потом я такая, хочу ярче. И получилось, что я вся мала была, просто пумпорно. Я просто ходила, на меня все так смотрели, я заходила еще все попить кофе. И там все такие, все такие, о боже. Я сама все уже такая, о господи. Ну, сейчас я вроде уже более-менее смылась, так что думаю, в сезон-то все нормально будет. Тяжело ли было решиться на переезд в Казань? По-моему, мне было тогда 13 лет. Я бы не сказала, что мне было тяжело. Вот, так что, в принципе, не я решала. Да, да, в принципе, это не я решала. Вот, но я очень хотела, как бы, я не люблю просто сидеть там на одном месте. Я еще, вот почему мне там нравится волейбол, потому что можно ездить по городам. То есть, ты не сидишь на одном месте, ты там ездишь на туры, там всякие сборы и так далее, и так далее. Вот, и вот когда я переехала в Казань, я прям такая, мне хочется. Я прям сразу сказала, я поеду. И все это просто быстро произошло. И буквально за, может быть, несколько дней мы поехали на машине. Нам тут ехать недалеко. Да. И меня просто туда отправили за смысл и сказали, забирайте. Я такая, ну ладно. Как у вас погода в Нижнем? Ой, вот сейчас как бы у нас солнце. Вот ты вот посмотри, там облачка, солнышко, как бы, а обычная. Ой, я сейчас тебе покажу, смотри. У нас как бы обычно, вот у нас пасмурно, но сегодня вышло солнце. Вчера был снег. Ой, как красиво. Да. А еще, посмотри, у меня там вон коты лежат. У тебя два кота и собака. Да, у меня кот, кошка и собака. У меня все семьи отборят. Они спутнилась пятна солнышке. Ты помнишь первый матч в этом сезоне? Локомотив, Динамо, Казань. Первый матч, такой серьезный. Ты выходишь в стартовом составе. Какие у тебя были эмоции? Прокрутив в голове весь предыдущий сезон, 18-19, который окончился на него очень хорошо для Казани. Ну, в принципе, вот то, что было там в сезоне 18-19, я все это как бы аннулировала, потому что это уже было, это прошло, и как бы новый сезон, новое начало. И когда я выходила против Локомотива, вообще ни капли не сомневалась, что мы выиграем. Даже вот у нас как бы были проблемы, что у нас Битания еще тогда не приехала там из-за сборной. Вот, точнее, не из сборной, там из Деникана, я там не знаю, там что-то там. Вот, ну не важно. И как бы я не знала, кто будет играть, потому что там была и я, и Виря, и Котик, и у нас вот так вот, у нас всех вот так вот мешают втроем. Вот, я не знаю, кто будет играть, и когда меня выпустили, я вообще без сомнений, я знала просто уже, что надо играть, надо выигрывать. Спокойно вышли, все сделали. Я даже помню, это, по-моему, было 19 октября вроде. Это была первая игра. 19-го, да-да-да. Было ли у тебя такое, что ты хотел сдаться? Что в этом случае ты делала? Может быть, у меня сдаться именно что, как? В плане, чтобы не бороться за место? Да, где-то, ну, возможно, даже просто психануть, бросить все, либо сдаться и сесть на замену. У меня проскакивала один раз такая мысль. Это было, когда вот я восстанавливалась. У меня не получалось. И вот это самое отвратительное ощущение, когда ты вроде работаешь, но при этом ничего, ну, как бы, ты не можешь там не набрать физическую форму, и психологически ты не можешь себе ставить, потому что ты просто не можешь, как бы, из-за колена там. Вот. И у меня проскакивала такая мысль, чтобы все закончить и не бороться, уже все забить. Но потом я просто часто с мамой очень об этом разговариваю, она мне вот в этом очень сильно помогает. Я тогда поехала, помню, в серф. Серф обожаю, серф просто. Вот. Я поехала тогда в серф, по-моему, читала книгу, и я поговорила с мамой, я ей все рассказала, что какие у меня мысли, о чем я думаю. Вот. Она мне просто вправила мозги, где-то накричала, где-то пожалела, и все. Она говорит, просто не переживай, как бы, это временная травма, все будет нормально. И как бы потом уже просто на следующий день, как с чистого листа, начинаешь работать и так дальше же бороться. То есть, ну, это просто временные такие мысли, они... От них можно как бы легко избавиться, если себя правильно настроить. В прошлом сезоне я после матча слышала твой эмоциональный разговор с папой. Тогда был матч против Уралочки, и вы эмоционально разговаривали. Да, ну, у меня как бы с отцом в основном, как бы у меня вот мамы отвечают за психологическое состояние, мой отец больше за, там, про волюбол, про спорт, то есть, там, про игры такие какие-то моменты. Вот. И когда вот после игры я всегда с ним созваниваюсь, он мне дает велей. То есть, когда меня там, Грера, там, не выпускает, или почему я так плохо сыграла, мы разбираем каждую мою атаку, каждый мой прием. Да, у нас все это, там, в семье вот так вот крутится, и потом просто делаем выводы, и все, мне уже говорят, что надо делать дальше, как поступать. Так, в семье спортсменов. Татьяна, если бы вы на год остались на необитаемом острове, каких трех волейболистов вы бы взяли с собой? Наверное, я взяла бы Сарю, чтобы не сойти с ума. Сарю. Чтобы с ума не сойти. Я бы, наверное, взяла Сарю. Ну, наверное, еще надо мужчину взять, чтобы помогал. Там, костер жечь, там что-нибудь еще. Ну, кого из волейболистов? Может, из Нита кого-то бы взяла? Ну, не знаю. Давай, давай. Это очень трудный вопрос. Ну, блин. Наверное, я бы захотела... Так, давай-ка сейчас быстренько подумаю. Ну, не знаю. Ну, давай, наоборот. Хочешь взять с собой на остров? Еще раз, да? Я не расслышала. Кого хочешь взять с собой на остров необитаемый? Из волейболистов? Из волейболистов? Ну, я взяла бы Кочу, я взяла бы Зарю, а из мальчиков, наверное, все-таки Михайлова. Я бы захотела с ним поблагодарить на остров. А какое у тебя самое незабываемое путешествие? Путешествие в плане отдыха или путешествие в плане вообще без разницы? Ну, наверное, уже, конечно, отдыха, потому что путешествуете вы постоянно. Да. Ну, на самом деле, я не так много отдыхала. То есть у меня, по сути, за всю мою, как бы, профессиональную карьеру единственный отпуск был, ну, как бы сейчас, во время карантина, и в том году. Вот. Но в том году я лечилась, так что, в принципе, незабываемого отпуска у меня нет. Но поездка, именно, если взять, то это, наверное, была Голландия. Когда я ездила на чемпионат Европы, это было давно. Вот она самая моя любимая, потому что, в принципе, страна очень яркая, красивая, вот, очень современная. Мне прям там понравилось. А когда туда прилетела, прям так тепло на душе стало. Еще и место было хорошее, где мы жили. Вот. И, в принципе, то, что мы выиграли чемпионат Европы, тоже очень добавило такую капельку радости. Да, у тебя очень большие достижения со сборной России. Это прям вообще топчик. Мы очень ждем, что ты появишься в основной сборной. Кстати, насчет основной сборной. Что ты почувствовала, когда тебя вызвали на сборы, которые были в начале мая в сборной? В начале января. В январе, да-да-да. Я очень сильно, на самом деле, удивилась. И там был такой, как бы, спорный момент, потому что мне сказали сначала, что я еду. Я очень, как бы, обрадовалась. Вообще я прям прыгала сейчас. Я такая, о, да-да-да, жду этот момент. Это было 12 января, по-моему, мы должны были как раз полететь. Или... А, 9, 9 января. Вот. И просто потом там решался момент, что доктор мне сначала не отпускал из-за колена, что я там могу не пройти, как бы, УМО, вот, медицинское обследование. И все вот это думали-думали. Я уже такая, блин, ну ладно, не поеду. Такая, блин, расстроилась. А потом просто в тот момент такие, соберай вещи, завтра ешь. И я такая, у-у-у, такая, да. И я все, я поехала. Я сначала, когда туда приехала, я прямо так засела в комнате, а я никого не знала. Я просто... Ну, как бы, я знала, но, типа, я ни с кем не общалась. И я просто такая сижу. Ну, там только наши динамовские были девочки. Ну, да. Женя, Аня. Да, ну, они же со своими все равно. У них там, как бы, свои подружки. А я сидела с Симоненко. А, я тоже. Да, вот я с ней тогда жила, и мы тоже с ней таки вдвоем ходили, так никого не знаем, ни с кем не общались. Ну, ладно. На самом деле, очень интересная и полезная, полезная поездка была, вот. Я вообще тебя увидела в сборной только потому, что Даша Пилипенко в сборной России вела инстадень. И где-то мелькнула. Я думаю, кадыть. Кадыть. Да. Как это ты думала? Почему я? Да никто не знал, на самом деле. Ну, то есть я никому особо не говорила, и нигде это, ну, тоже не говорилось, не писалось нигде об этом. И просто, когда вот мы собирали вот эти все пазлы, вот эти все фотографии сборных, там поделись на команды, вот, и вот там начали там все снимать, вести прямые эфиры, я просто сижу, и потом все такие, Таня, я видела тебя там, я видела тебя там. Я такая, о, боже, такая сижу, такая сижу. Кто, по-твоему, должен войти в сборную лучших молодых игроков этого сезона? Сборную лучших молодых игроков? Ну, допустим, давай Ю-22. Ю-22. Ну, это уже, ну, у нас, получается, сейчас, по сути, самая старая сборная — это мы. Из молодежных, то есть, как бы, а если уж брать там Ю-22... А, Ю-22 потом уже идёт, да. Да, да, да. То есть, ну, это, получается, уже это так... Ю-22 — это уже та группа, где вот Таня Котикова, вот, там Мария Воробьёва, Елизавета Котова, то есть из-за речи. Вот. Но по ним я сказать, на самом деле, ну, не могу, потому что я не видела, не знаю всех точно, вот. А если брать по нашим, вот, так как мы самые старые сейчас, ну, я думаю, состав, который у нас был, это очень приличный состав. И, то есть, если бы нас сейчас собрали, я думаю, максимум убрали бы, ну, там, двух-трёх человек, может быть. Вот. Но это прям максимум, потому что у нас реально состав хороший, и вот со всех уголков всех собрали. Последний матч, домашний матч против Ленинградки, ты вышла на замену, и спустя пару розыгрышей снова ушла в квадрат, а потом заплакала. Что случилось? Ну, просто, как бы, такой, как сказать, может, переломный момент, то есть, я, как бы, выхожу и стараюсь помочь команде как-то по максимуму, но с учётом того, что я уже столько, ну, как бы, давно не играла, там, несколько месяцев, вот. Ну, конечно, это громко сказано, блин, несколько месяцев, но просто, как сказать, тяжело выходить на площадку, боишься сделать какую-либо ошибку. Всё равно, как бы, кто бы ни говорил, что, типа, не надо бояться, это всё фигня, там, психологическое состояние, это надо переваривать. Ну, нет, ну, блин, как объяснить, ну, ты выходишь, и ты понимаешь, что если ты сейчас сделаешь ошибку, тебя уберут, то есть, ну, это уже какой-то минус тебе. А так как ты ещё и молодая, ошибаться в принципе нельзя. Как бы, ты стоишь, ты выходишь и такой, что делать такой? Хочешь помочь, прям, будешь там, хочешь рискнуть, но, блин, есть шанс, что если сейчас тобой проиграешь, всё, конец с концами. Вот. А если ты выиграешь, ты молодец. И ты такой стоишь просто, как бы, куда? Ну, что делать? Ну, я просто, наверное, очень сильно расстроилась, потому что у меня, скорее всего, ничего не получилось. Вот. И, ну, как бы, я стараюсь, конечно, не плакать после игр, но в последнее время очень тяжело это делать. Вот. Как бы, меня не учили, говорили то, что никогда не показывая своих слёз, это нельзя. Но в последнее время это реально очень, ну, тяжело было. Напоминаю, с вами была доигровщица волейбольного клуба Динамо Казань, Татьяна Кадочкина, крутейший человечек, прекрасная девушка и СММщик сборной, и Динамо Крым, Дашка. Всем пока! Дашка, люблю! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok